Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, рад всех приветствовать в актовом зале Срединской духовной семинарии. Мы продолжаем наш курс лекции по изучению псалтыри, который проводится с поддержки портала экзегет. На портале экзегет.ру будут опубликованы видеозаписи наших встреч. Мы продолжаем изучать Третью Кафизму, и сегодня рассматриваем 20-й псалом. Псалом 20-й. Псалом 20-й, как считают многие исследователи, связан с празднованием Победы на войне. Этот псалом царский. Он составлен после определенного сражения. Однако детали этого сражения в псалме не описываются. Некоторые исследователи полагают, что 19-й и 20-й псалмы, они как-то связаны между собой. 19-й псалом заканчивается призывом Господу услышать молящихся в храме и спасти царя. 20-й псалом начинается с благодарности за победу. И заканчивается уверенностью, что и в дальнейшем будут большие и более грандиозные победы. Но, однако, нельзя сказать, что эта точка зрения поддерживается всеми учеными. Есть мнение, что это не победный псалом, а, возможно, псалом на интронизацию царя. На это намекает образ возложения венка на главу царя по 3-му стиху данного псалма. В таком случае данный псалом не столько воспевает царские победы, сколько царские благословения, которые не спосылаются на голову помазанника. В любом случае в данном псалме прослеживаются следующие литургические особенности. По вседимости, речь идет об особом молебне или церемонии интронизации царя, которые происходили в храме перед собравшимся народом. Молился сам царь, вся собравшаяся община. Царь, окруженный членами царской семьи, одетый в парадной одежды, украшенный золотой короной, стоял в присутствии Бога. Священник произносил молитву, а собрание молящихся отвечало на нее. Стих 8. После восхваления царя обращались к Господу с надеждой, что Он истребит врагов. Псалом завершается обещанием народа прославить могущество Божие и в дальнейшем. В надписании указывается имя Давид. В то же время Псалом говорит о царе в третьем лице. Поэтому возможны две интерпретации. Может быть, царь, как автор данной песни, писал о своей личности в третьем лице? Или, может быть, псалмопевцем была какая-то иная личность, которая посвятила свои стихи царю? В этом, как и в других случаях, русский перевод иногда, бывает, вводит нас в заблуждение, потому что в заголовке стоит дательный падеж. Буквально не «Давида», а «Давиду», кому, чему. Итак, святитель Афанасий Великий полагал, что Псалом составили некие друзья царя. Теперь последовательно рассмотрим его стих за стихом. В самом начале, во втором стихе, псалмопевец словно беседует с Богом и описывает радость царя тому спасению, которое пришло от Господа. Как считают некоторые исследователи, термин «спасение» – «ешуа» по стихам 2-6 означает «помощь, оказанную на войне». Именно в контексте этого псалма речь может идти о помощи, оказанной на войне. Так, по предыдущему псалму, слово «спасает» помазанника связано с представлением о могуществе спасающей десницы Божией. Сила Божия в 19-м псалме словно проявляется через победу. Царская армия выиграла войну, «Но в глазах царя победа выиграна не им, а воюющим вместо него Богом». В следующих стихах описывается, как Бог ответил на молитвы царя. Также мы можем провести параллели с 19-м псалмом 5-6 стихи. Более того, Бог исполнил желание его сердца и дал ему долгоденствие. Видимо, молитва была не одна, на что указывает двукратное повторение, что Бог дал, чего желал проситель. Внутреннее желание сердца, помыслы, размышления нашли продолжение в молитве на устах. Итак, после пожелания сердца появляется молитва уст. В 4-м стихе автор проводит параллель между богатым благословением от Бога и царским венцом. Буквально речь идет о некой диадеме, о короне, которая была украшена драгоценными камнями. Образ царствования здесь представлен некой метанемией короны из чистого золота. Если сравнить с первой книгой царств, Бог избрал Давида в цари, когда тот был еще молодым пастухом. Все потомки Давида, достойные или не очень, восходили на престол благодаря Божьей поддержке в силу завета Бога с Давидом. И в этом случае мы видим, что поставление в цари связано не с особым каким-то рождением, как это было, например, в Месопотамских культах или в Египте, где человек по самому факту рождения от благородных кровей приобретал какую-то сократность. В данном случае речь идет об избранности. Царь избирается, и он должен соответствовать соответствующим качествам. Царь просил у Бога жизни, и Бог дал ему жизнь, долготу дней. И не просто долгую жизнь, а жизнь, если буквально посмотреть на текст, во веки веков. Когда был написан этот псалом, то вероятно, что тот или иной царь был еще жив. Но мы можем спросить себя, может ли фраза во веки веков указывать на то, что царь дожил до глубокой старости? Или может быть здесь нечто большее, и указание во веки веков намекает нам на некую загробную жизнь? Как бы мы ни пытались растолковать эти слова, в любом случае стиль речи намекает на некоторую реальность, которая выходит за рамки биологической жизни царя, которому изначально посвящался псалом. В этом случае в контексте библейских повествований можно мыслить двояко. С одной стороны, как указание на долгоденствие царя, с другой стороны, как на то, что жизнь царя продлевается в его потомках. И пока живы потомки, жива память, живо имя самого царя. Характер текста соответствует древнему восточному придворному этикету, который засвидетельствован в других текстах Ветхого Завета, в частности в книгах царств Неемии и Даниила. В основе фразы «просил у тебя жизни» лежит идея, что жизнь царя в силу его помазания обладает особым сакральным статусом. Это видно из примера поведения Давида, который удерживал своих военачальников от поднятия руки на царя Саула, объясняя это тем, что Саул является помазанником Божиим. И более того, он распорядился убить того посланника, который принес весть о смерти Саула, потому что этот посланник не побоялся, цитирую, «поднять руку, чтобы убить помазанника Господня». Бог одарил царя богатыми доспехами, драгоценными камнями и красивыми украшениями. На это намекают такие термины из шестого стиха, как «слава», «великолепие» и «сияние». Я уже на одной из встреч говорил о том, что такие понятия, как «слава», имеют многогранное значение. Слава, она же и тяжесть, кого-то. Под этим образом мы можем воспринимать не просто блеск царской славы, а блеск, который воплощен в царских доспехах. Сияет золотой нагрудник у царя, и в этом видна его слава. Итак, термин «слава» имеет двоякое значение, двоякая интерпретация. Но только так или иначе в свете благодати царствования, превозносимой в данном псалме, такие понятия, как «могущество», «слава», «жизнь», «величие» становятся раскрытыми. Все эти атрибуты в Ветхом Завете в первую очередь относились к самому Богу. Бог делает царя участником его собственного величия. Право земного царя распоряжаться материальной или духовной жизнью нации базируется на том, что он является носителем Божьего благословения. По благодати Божией он сам, подобно патриарху Аврааму, становится проводником, источником благословения для своего народа и иных племен. Обилие хлеба, плодородие полей, умножение потомства, успешные войны и расширение политической власти – все это с древних времен считалось неотъемлемой частью благодати царя, благодати царствования. Но не пышные торжества и не блеск парадных одежд радуют автора псалма, но возможность для него пребывать в Божьем присутствии. Бог с царем, и поэтому на него находит богословение свыше. Патриарх Иосиф, Иосиф Прекрасный, также был успешен в делах, когда Господь был с Иосифом. Когда Бог был с ним, во всех делах его был успех, даже в тюрьме. Во всем, что не делал Иосиф, Господь даровал ему успех. Напротив, считалось горе тому царю, во время правления которого появились страдания и неудачи. Это считалось свидетельством того, что Божьи благословения были отняты от него. Стих 8. Он стоит как бы посередине данного псалма. Им завершается молитвенное обращение священника и произносится ответ от лица народа. В пользу такой интерпретации свидетельствует тот факт, что речь о Боге и о царе здесь, в 8 стихе, идет в третьем лице. Слова народного собрания словно подтверждают согласие на интернизацию царя. Поскольку его глубокое религиозное поведение было образцовым, это выделяло царя среди прочих людей как особую святую личность. Если царь доверяет Богу, тогда милость Всевышнего делает устойчивым как его жизненный путь, так и путь тех, кто находится под его управлением. Но здесь я также подмечу, подчеркну, что не особое рождение, а личная святость царя делает его достойным для принятия благословения царского. После одобрения царя народным собранием священник снова начинает говорить. В первой части псалма, во 2-8 стихах, он благодарил Бога за те благословения, которые царь получил. Во второй части псалма, 9-13 стихи, выражается надежда, что эти благословения будут навеки, то есть бесконечно. Враги благочестивого царя, враги Божии, они не могут убежать. Его рука, правая рука, найдет врагов. Образ десницы Божией часто используется в Библии для обозначения той силы, которой не может противостоять никакое войско. Господь появляется в своем потрясающем величии, словно могучий воин. Его явление подобно огню, которую в порыве гнева наносит по врагам смертельный удар и сжигает их, как пылающая печь. 10 стих. По пороку Исаия огонь и печь суда Господня расположен на Сионе, в Иерусалиме. Порок Малахия с нетерпением ожидает наступления дня, пылающего буквально как печь, и в тот день надменные, поступающие нечестиво, будут гореть, как солома, огонь словно съест их. Враги сами навлекли на себя гнев Божий по псалму. Они стали замышлять злой заговор против Всевышнего. Возможно, они плели интриги, как об этом говорит терминология еврейского оригинала. Но в этом случае эти интриги, они мыслятся как не интриги против царя, но интриги против самого Бога, против его людей. В данном псалме эта двойственность, она словно тождественна. Тот, кто интригует против царя, против Бога, тот, против которого восстает царь, затем стоит Бог. В данном псалме война против людей, взятых в Божий удел, равна войне против Господа. Их коварные планы напрасны, потому что смертные люди ничем Богу угрожать не могут. Заговорщики спасаются бедством от Бога, и тот направляет в них свои стрелы. Как указано в седьмом псалме, если злые люди не отступят, он обнажит свой меч, натянет тетиву лука и прицелится. Он подготовил смертоносное оружие, пылающие стрелы. В последнем стихе, как и в первом, превозносится сила Божия, которая властвует над природными стихиями и над людьми. Прославление Всевышнего отражается эхом и в других псалмах. «Будь перевознесен выше небес Божий, и над всею землей добудет слава Твоя» 56-й псалом. По святителю Афанасию Великому слова «вознесись, Господи, силою Твоею», подобны евангельскому изречению, «да приидет царствие Твое». Бог уже одержал победу и победит в будущем от имени своего помазанного царя, и потому народ Божий его прославляет. Автор настоящего псалма обращается к Богу как защитнику, который заботится о царе и о его народе. С христианской точки зрения этот текст можно толковать как молитву во время брани. По откровению Иоанна Богослова воины и нестроения будут сопровождать человечество до последнего часа, до тех пор, пока Христос, царь царей и Господь господствующих, не придет во второй раз и не бросит в озеро огненное дьявола и всех тех земных царей, которые ему не покорятся. По словам апостола Павла, не познавший Бога и не покоряющийся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, подвергнутся вечной погибели. Итак, царский псалом, 20-й псалом, воспевает победы царя. Победы царя – это победы Бога. Победы Бога – это победы царя. Царь-помазанник, на которого нисходят особые Божьи благословения. С одной стороны, это выражается в то, что он облекается в парадной одежде, надевает на голову диадему, ему поклоняются свои и чужие народы. С другой стороны, в этом псалме есть определенные требования к этому царю. Царь прежде всего уповает на Господа. Главный критерий царя заключается в том, что он сам первый верующий. Может быть, он не самый мудрый, может быть, он не самый красивый, может быть, он не самый благочестивый, но он самый верующий. Царь уповает на Господа. И во благости Всевышнего он не поколеблется. И в силу того, что таков царь и таково взаимоотношение его со Всевышним, Бог благословляет его, а в нем всех, кто от него зависит. Это не означает, что эти благословения утверждаются на веки веков в крови помазника. Мы знаем, что были те потомки Давида, которые жили не самым богогодным образом. Имя их было вычернуто из родословия Иисуса Христа. Итак, следовательно, эта характеристика временная. Но почему же мы спросим себя о христианской интерпретации, мы уходим от буквы текста и переносимся куда-то в конец времен? Потому что, как и древний Израиль, мы снова и снова убеждаются в том, что нет такого идеального царя, при котором установилось бы мирное царство и продолжалось бы оно столетиями. Войны идут и не прекращаются и будут, по откровению Иоанна Богослова, до последнего часа. И, следовательно, идеалом царя и, собственно, тем, кого мы называем царем царей, является только Иисус Христос. Обращу внимание еще на одно слово. В этом псалме Бог называется Всевышний, буквально «эльон». Это слово проводит определенные параллели с угоритом, с ближневосточной литературой, не библейской, буквально превознесенной, то есть тот, который выше, выше всего. И, конечно, с точки зрения светской интерпретации, это говорит о том, что этот термин берется из угоритской литературы и отождествляется с «ягве». То есть «ягве» — бог Израиля, «эль», «мод», «ваал» — боги других народов или эпитеты, которые усваиваются богу среди других народов. И вот Израиль берет чужую терминологию и ее усваивает по отношению к своему израильскому богу Якова. С точки зрения верующих теологов, скорее перспектива обратная. Бог не раскрывает своего имени. Мы видим, что на все просьбы ветхозаветных праведников он раскрывает свои атрибуты. Он не говорит, как звучит его имя собственное. Он говорит о сущности, о своем бытии, о тех свойствах, которыми мы можем попытаться описать его присутствие. В этом контексте не только это, но и другая терминология — Всевышний, Творец, Вседержитель, Бог воинств — может иметь место и может иметь право на заимствование в литературе Древнего Израиля. Это мы можем сравнить и проведя параллели с историей церкви христианской, как, например, термин «единосущный», который усваивается Иисус Христу, но у которого нет основы собственно в библейском тексте.